Почему мы нужны друг другу? Женщина рождается для счастья. Она река жизни. Она вокруг нее протекает жизнь. Женщина дарит счастье детям, мужу, всем вокруг. Поэтому женщины везде реклама всей женщины состоит. Женщина источник энергии счастья. Это лучшая половина человечества. Но в таком случае нужен ей мужчина, сразу возникает вопрос. Если она такая, все у нее классно. А нужен ей мужчина. Проблема заключается в том, что любить в одну сторону не получится. Чтобы любить, нужен кто-то другой. Потому что любовь течет сразу две стороны. Она между любви течет. Это первое. Второе. Женщина хочет наслаждаться жизнью, испытывать счастье. Но это должен делать кто-то другой. Ей не интересно собой себя, на себя разрабатывать. Не интересно самой себя, за собой ухаживать. Она может это делать, но ей это не интересно. Ей нравится, когда кто-то ей зарабатывает. Кто-то за ней ухаживает. Кто-то ей дает счастье. Кто-то ее защищает. Кто-то приносит ей добрые слова. Кто-то ей дает надежду в жизни. Ну то есть женщина нуждается в мужчине, потому что он должен организовать ей счастливую жизнь. И она так и видит его. Она когда с ним встречается, она уверена, что он это понимает. Что он специально ее взял замуж для того, чтобы ей организовать счастливую жизнь. Она просто убеждена в этом. Но у него на башке совсем другая идея. Итак, женщина это река жизни, а мужчина это берега. Нужны ли реке берега? Если нет берегов, она растекается по полю и высыхает. Женщина не может жить без мужчины. Она не чувствует счастья. У нее нет устойчивости в жизни. Нет возможности чувствовать защиту. Она не чувствует себя полноценной. Ей нужен человек, который ее защищает, поддерживает, заботится, ухаживает, любит. Дает защиту ее детям и так далее. Она не может расслабиться в полной степени. Она хочет счастливой быть, расслабиться. Женщина не может расслабиться в полной степени, когда рядом нет мужчины. Поэтому нужен ли мужчина женщине? Однозначно нужен. И если говорить об этих берегах и реке, то здесь надо тоже понять. Если берега слишком широкие, мужчина женщине все дает, что она хочет. Она растекается. Она уже не знает, что есть какие дешевые. У нее уже нет желания, она грустнее становится. Вот. Если он слишком сжимает ее, она начинает бурлить. Ей мало. Ей нужно больше. То есть берега должны знать ширину реки. Иначе пока ей будет нехорошо и не так, не так. Следующее, что надо знать берегам, то есть мужчине. Надо знать, что когда будет поворот судьбы, когда течение будет поворачиваться, то река не будет быть мягкой и нежной. Она будет набаливаться на береге и размывать его. То есть тебе будет и так плохо, потому что идет поворот судьбы. А жена будет тебе делать еще хуже. Поэтому стань вдвойне крепким в этот момент, когда наступает тяжелый период жизни. Это для мужчин уже инфо некоторое. Чтобы они не удивлялись, почему мне так плохо жена еще хуже не делает. Потому что так устроен этот мир. Теперь как относится река к берегам? Она их постоянно подмывает. То есть мучает. Но без них жить не может. Но на самом деле река укрепляет берега. То есть она делает их крепкими, сильными. И самая лучшая берега это скалы вообще. Когда скористый берега, но с ним ничего не сделаешь. Хоть как-то отмывает. Они все равно крепко стоят. Это самый лучший вариант мужчины. Когда что ему не говорим, он спокойно всегда. Не реагирует. Значит, ты надежный человек. Теперь смотрите, мужчины. Если вы попередите, встаните в плотину, говорите. Это нельзя. Понятно, что нельзя в сторону уходить. Нельзя, допустим, другому мужику уходить. Раскакаться нельзя. Но если она живет этим, то есть это ее жизнь. Ей, допустим, нравится рисовать, шить, писать, еще что-то. У нее есть какие-то желания в жизни. И вы говорите, нельзя. Ну, то есть поперек реки плотину ставить. Какие будут варианты? Давайте посмотрим. Первый вариант. Она наполняется. Самый лучший вариант был. Наполняется, наполняется, смывает плотину. То есть было нельзя, теперь можно. Самый лучший вариант. Дальше. Такие бывают еще варианты. Наполняется, наполняется. Начинает хитрить. Обходить плотину и все равно достигает своего. От этого страдает семья. Берега раздвигаются. То есть они страдают. Она их поднувает. Третий вариант. Она вообще уходит столько. Плотина настолько высокая, что она из своего русла вытекает и потекла к другому мужику. Поэтому очень простой ответ истинно заключается в том, что нельзя женщине ставить плотину. Она всего этого никогда не примет в жизни. Ограничения надо ставить. Ограничения надо ставить. Но плотину нельзя.